Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Железный Лед ВКонтакте. Итак, друзья, давайте сначала я пробегусь по нашим войскам, что они из себя представляют. Бойцы у нас так себе, но зато у нас неплохие артефакты. Я прокачал до 9 уровня договор Хель. Теперь скелеты очень мощные, которые призываются, но была у меня небольшая проблема. Заключалась она в том, что иногда встречались довольно сильные противники, и было сложно кого-нибудь убить. Поэтому я прокачал артефакты на урон. Вот, например, у моего Исцелейсона молоточек, который неплохо добавляет ему урон. А вот, например, Тарансон носит артефакт, который увеличивает урон всех наших бойцов. Поэтому дамаг наших бойцов мы неплохо повысили, и теперь нам будет проще. Ну что ж, давайте отправимся сейчас выполнять сюжетные миссии, и посмотрим, как нам все наши артефакты помогут в бою. Итак, начинаем. Так, тут у нас всякие горы мешаются. Сможем мы как-нибудь вот так, допустим, пройти мимо и ударить? Ну, попробуем, по крайней мере. Эх, не дошли. Но враги слабы, у них мало здоровья, я, ну, скажем так, я гораздо сильнее. Поэтому будем справляться, как сможем. Нам бы, конечно, надо кого-то ударить вот этим бойцом, чтобы появился скелет, чтобы получить неплохие дополнительные очки, и сейчас мы этим как раз и займемся. Сразу минус 2, плюс 1 скелет, у него 2600 хп, и это позволит нам с легкостью достигнуть 3 звезд. Да вот еще и второго скелета сейчас сделаем. А, нет, почему-то второго скелета не стало. Ну, ладно, тем не менее, 3 звезды в нашу копилку. Так, теперь следующая миссия на очереди. Отправляемся в бой. Так, там сверху какие-то ТНТ, здесь тоже. В общем, мы можем проламываться либо через верх, но там опасно, да, там ТНТ, оно может взорваться, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем вот так от борта его ударить и посмотрим, что будет. Надеюсь, он не заденет эти бочки. Да, отлично. Вообще, даже не знаю, насколько они страшные. Я думаю, не сильно страшные, но большого бы урона они нашим бойцам, я думаю, не нанесли бы. Давайте даже ради интереса проверим. 135 хп было, минус 11 от каждой бочки. Ну, это ерунда, это не серьезно. Так, ходит наш скелет, может быть, сейчас сразу двоих получится забрать. Нет. Так, и сейчас, пожалуй, у нас появится второй скелет. Нет, почему-то не дает, не знаю почему. Но, тем не менее, получаем нашу награду и отправляемся дальше. Так, опять же эти бочки, но зато в этот раз мы можем просто по прямой ударить, особо не заморачиваясь, и там появится наш скелет. Так, ну что, дойдешь ты вот так до врага? Не, все-таки пролетели мимо. Так, и теперь ход нашего скелета, спокойно отправляем его над пропастью. Много урона он от этого не получит. Получаем 3 звезды. И отправляемся дальше. Я вот сейчас не беру дополнительную награду, то есть я мог бы удваивать свой выигрыш, если бы отправлял сообщение о победе друзьям, но на самом деле не хочу этим заниматься, потому что тогда приложение сворачивается, и это не очень хорошо в момент съемки. Идем далее. В принципе, все проходится очень легко, единственное, что энергии на все не хватает. Отлично, минус 2. Враг помогает нам собрать ящик с монетами. Отличный удар. Я прям так и рассчитал, да. Можете думать, что это удача, но на самом деле все это был тонкий просчет. Ну вот и все. Теперь у нас энергии не хватает. Не хватает. У нас 15, а нужно 20, поэтому давайте отправимся в море и побьем пиратов. Ну и заодно, конечно же, возьмем бутылку. Кстати, вот что мне нравится непосредственно вот в этих морских боях, то что самые легкие противники, как правило, приносят самые большие средства. То есть, если вы, допустим, слабо развиты, да, у вас не особо сильные герои, то слабых противников вы все равно одолеете на одну звезду и получите при этом приличные средства. Но если вы не справляетесь с другими, более сильными противниками, ничего страшного. Вы сильно от своих там друзей, которые тоже играют в эту игру, не отстанете. Отлично. Сразу минус 2, получаем еще 115 золотых и отправляемся дальше. Так, что, достанем мы нашего противника. Скелеты мы вряд ли сможем туда толкнуть. Ну ладно. И у нас осталось 2 корабля. Давайте сразу на трешку нападем. Как видите, за него дают меньше, всего лишь 70 золотых, а вот враги тут посильнее. Но мне главное для успеха это убить кого-то за один удар. Вот раньше у меня была такая проблема, что урон моих бойцов был не очень большой. Как бы, если бы я смог кого-то добить и призвать скелета, тогда я побеждал. Но иногда враги выводили из строя призывателя моего быстрее, чем он мог кого-то победить, и тогда я проигрывал. Так, ох ты, плохо ударил. Ну ладно, скелет сейчас завершит дело. У него очень большой урон. И мы получаем 70 золотых. Остается еще 2 корабля на 2 звезды. То есть, с двумя черепами. Так, сейчас попробуем двоих ударить. Не знаю, насколько у нас это удастся. Так, ну и сделаем рикошет скелету. Так, остается последний вражеский корабль. Отправляемся в бой. Вот, видите, тут мы с одного удара не смогли поразить врага и теряем нашего призывателя. Вот здесь мы уже обречены на провал. Тут я уже точно не справлюсь. Без призванного скелета никаких шансов нет. Нужно было как-то сохранить нашего бойца. Может быть... Знаете, вот у этого каменного парня, у него, по-моему, просто мощная броня. Несмотря на то, что у него изначально здоровье поменьше, чем у скелетов. Поэтому надо было... Ну-ка, стоять. Я тебя сейчас догоню. Нет, все-таки уходит. Но сейчас он где-нибудь выплывет. И мы поправим нашу ошибку. В общем, лучше все-таки начинать бить именно скелета. Несмотря на то, что у них больше ХП, но у них меньше брони. Вот, давайте сейчас проверим, сможем ли мы вывести скелета из одного удара. Вот этого парня сверху мы не смогли. Да, видите, скелет рассыпался. И мы получаем нашего скелета, который гораздо мощнее всех врагов вместе взятых. Отлично. Двойное убийство. Последний корабль повержен. И у нас тем временем накопилась энергия для прохождения еще одной миссии. Поэтому возвращаемся с наградой. 610 мы награбили. И отправляемся на выполнение следующего задания. Так, что тут у нас? У нас тут все в препонах. Не хотят, чтобы мы легко добрались до врага. Но я думаю, мы вот так попробуем сейчас отскочить от той бочки с динамитом и уже хотя бы кого-нибудь ударить. Отлично. Два трупа сразу. Плюс один скелет. Так, ну и... А, просто попробуем толкнуть. Нет, толкнуть вряд ли хорошо получится. Давайте попробуем ударить сами. Ему хватит одного удара. Эх, нет, все-таки промазали. Ну вот и все. Отлично. Победа. Получаем 5200 очков. И на этом наша энергия заканчивается. Ну, давайте я, наверное, подожду за кадром, восстановлю энергию и тогда мы продолжим выполнение этой головы. Итак, друзья, наша энергия восстановилась, а к нам прибыл корабль, доверху груженный золотыми монетами. Так, корабль собираем и отправляемся дальше выполнять сюжетную линию. Итак, пороховой склад. Наше следующее задание. Отправляемся в бой. 110, да, у нас энергии максимум. По 20 энергии на бой. Ну, в общем, 5 боев мы сможем сыграть. Не знаю, хватит ли этого или нет. Сколько там до конца. Но сейчас разберемся по ходу. Так, здесь у нас, кстати, какой-то мешок валяется. Я не знаю, зачем он. Давайте попробуем. Ну, от него мы отскакиваем, да? Да давайте напрямую. Господи, нам эту яму, что ли, бояться? Отлично. Сразу минус 2 и никаких проблем. Все эти миссии рассчитаны на то, что я был бы послабее. Но я не так слаб, как им хотелось бы. Вот и все. Закончили миссию в 2 удара. Дольше ждали, пока восстановится наша энергия. Получаем 5 с лишним тысяч очков и отправляемся дальше. Так, насколько я там краем глаза узрел, мне как раз хватит нашей энергии, чтобы пройти эту главу. Так, кого бить будем? Ну, давайте вот этого парня. Как раз двоих. А этого мы оставим нашим другим героям. Давай, от борта. Отлично. Еще одна миссия пройдена. Отправляемся дальше. Наверное, интересно себя чувствуют враги, которые натыкаются на меня во время турнира. Герои у меня не сказать, что сильно сильные, но вот если... Если все-таки им удается создать скелету, то я думаю, враг обречен. Так. Так. Отлично. Миссия пройдена. Получаем 4922 очка и отправляемся дальше. Так, если я все правильно понимаю, то это предпоследняя миссия, а потом нас ждет сражение с боссом. Итак, миссия арена 11. Отправляемся в бой. Так. До всех врагов довольно трудно добраться. Они где-то там вдалеке. Ну ладно, будем бить. Будем бить на удачу, куда бы лужа нас не занесла. Ох ты, ничего себе, мы тут налетали. Так. Но зато мы снесли практически все препятствия на карте. Теперь можно бить почти напрямую. Вот только лужи мешаются. Так, у парня осталось 6 здоровья, но это не мешает ему нанести последний удар. Так, ну ладно, бьем и надеемся, что лужа нас вынесет туда, куда надо. Отлично. Сразу минус 2 врагам. Получаем скелета и получаем в итоге 5200 очков с небольшим. Теперь финал сражения с боссом. Думаю, что-то мне подсказывает, что сражаться с ним будет не сложно. Так же, как и всех предыдущих боссов, его можно будет одолеть в один удар. Вот главное попасть по нему. Слушай, да мы так и проиграть можем. Все, у нас остается один удар и босс повержен. Получаем скелета и, ну, награду мы получим не так много очков. Мы все-таки много здоровья потеряли нашим бойцам и не с первого хода все это дело закончили. Но, тем не менее, миссия пройдена. Великое достижение, мы все гордимся тобой. Получаем 3 звезды и эта глава пройдена. Теперь мы можем приобрести себе, я так понимаю, новых героев. Так, давайте посмотрим. Бегунсон, Неадекватсон, Нокаутсон и Троттильсон. Что ж, самый лучший, наверное, Неадекват. Хотелось бы такого парня себе приобрести, но я думаю, на его покупку нам потребуются грибы. Давайте посмотрим. Так, 2 героя за грибы, а вот эти парни бесплатно. Ну что ж, вот один боец за 7500. Что ты из себя представляешь? 200 здоровья, 87 атаки, 135 брони. Да это еще и на первом уровне. Он мог бы отлично заменить нашего Тарансена, но у нас пока что не хватает денег. Давайте отправимся в плавание. Что там у нас? Так, нет, это СОС. А вот это уже плавание. Все корабли восстановились. Мы можем снова набить себе золотых монет. Конечно, за раз мы не набьем всю необходимую сумму. Так что, думаю, приобретать я новых героев буду уже за кадром. Но в следующих выпусках, я думаю, вы уже увидите новых бойцов в ряду моей армии. Продолжение следует... 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 Отлично, сразу минус 2 Получаем скелета Теряем одного бойца Ну этот парень с одного удара не убьет Конечно Этого вражеского голема Довольно слабый урон Несмотря на то, что он подложил 2 бомбы Зато вот скелет С одного размаху Отдаливает врага Получаем еще 115 золотых И отправляемся дальше Этот бой прям как дежавю Мне он очень напоминает предыдущий Потому что пока что все один в один И скелет добивает Так, и у нас тут где-то бутылочка была Да, вот она Не стоит забывать собирать бутылки Так, и теперь у нас остается Три вражеских корабля Так, ну и скелет Наносит последний удар Так, сейчас мы парня отправим в тиски Отлично И остается последний враг Ох ты, даже не попали Труп помешал Но даже если бы мы по нему попали Это самый слабый мой герой был Он бы с одного удара врага не уложил А вот скелет справится Ну и последний корабль С тремя черепками Ну тут нам главное Тут нам главное Создать скелета Вот у парня 682 хп Думаю с одного удара мы его Не уложим Да, терять нашего бойца Который создает скелетов Это плохо Потому что без него Без него нам будет сложно справиться Я даже думаю, что невозможно Потому что остальные мои герои Почти не наносят урону Ну вот, 59 Разве это урон? 135, 169 Вот это урон Ну что ж, возвращаемся назад И попробуем сейчас еще раз Можно, как вариант тактики Оставлять нашего сильного героя На потом И подставлять врагам Каких-то других Более слабых Ну допустим Мы можем сейчас ударить Но тогда наш герой Останется на правой половине Вряд ли кого-то убьет за один ход А вот враги начнут лупить его И мы потеряем того героя Который способен создать скелета Который выиграет для нас эту битву Что же делать? Давайте отправим других на поле боя Пускай они пока что служат нам живым щитом Тебя куда-нибудь вверх выведем Но все равно как-то проще жить не стало, да? Подставляем нашего героя И надеемся, что сейчас мы все-таки сможем кого-то добить Так, ну вот, 400 хп Что, удастся нам тебя за один ход ошарашить? Да, все-таки мы создаем скелета Отлично Ну а скелет теперь разберет всю эту кампанию на винтике Отлично Двойной удар И все наши враги повержены Что ж, друзья, на этом я закончил наш сегодняшний выпуск Посвященный игре Железный лед ВКонтакте Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки С вами был 111 До новых встреч, друзья!